Раньше в поликлинике огул детских голосов не умолкал ни на секунду, и поток новоприбывших родителей собирался в очереди к специалистам. Но сейчас в период непростой эпидемической ситуации многое изменилось. Одним из нововведений стал масочный режим и проверка температуры. Теперь при входе в Брестскую городскую детскую поликлинику номер один вас встретят улыбчивые женщины в защитных костюмах, которые измерят вашу температуру и пропустят дальше только в том случае, если она не превышает допустимой нормы. Сегодня абсолютно все температурящие дети, первичные больные, все обслуживаются на дому. Если вдруг кто-то случайно сюда забрел, и у него померили на входе температуру, и она у него есть, он отправляется в специально отведенный бокс, где туда вызывается дежурный врач-педиатр, и его там осматривают. Кроме того, конечно, организована работа контактных групп, работа выездных бригад, которые осуществляют медицинское наблюдение и лабораторное обследование детей контактов первого уровня и детей, заболевших коронавирусной инфекцией. На данный момент в плановой работе врачей есть ограничения. Но некоторые обследования, такие как осмотр врачом-неврологом, УЗИ, плановая иммунопрофилактика, все же проводятся. Только в так называемой чистой зоне, где работают сотрудники, которые не пересекаются с другими. К слову, если ребенку необходимо лабораторное обследование, консультация врача или специалиста, то все это можно организовать по предварительной записи, соблюдению определенных требований. Но главное – получить медицинскую справку, которая необходима при поступлении в детский сад, школу или ВУЗ, сейчас можно быстро и просто, без талонов и длинных очередей. При оформлении в детские сады, в школы или при поступлении ребенок должен получить медицинскую справку о состоянии здоровья. Эту справку вы можете получить по звонку в регистратуру, либо по звонку непосредственно своему участковому врачу, либо участковой медицинской сестре. Выписка справок осуществляется на данных обследований, которые ребенок прошел за последние 12 месяцев. Затем эта справка оформляется, и медицинская сестра относит на специальный пост в чистую зону, где родители могут эту справку получить. Арсений Бабакаев, недавнем прошлом выпускника, в скором будущем абитуриент, решил не откладывать поход в поликлинику в долгий ящик и прийти за справкой для поступления в высшее учебное заведение заранее. Приемы врача-педиатра, несмотря на изменения, проходят быстро и слаженно. При этом, если необходимо пройти дополнительный осмотр специалистов, либо сделать профилактическую прививку, участковый врач осуществляет индивидуальную запись и организует необходимое обследование. Я записался сначала к педиатру и сразу же пришел для получения справки в ВУЗ. Меня педиатр сразу направил для прохождения анализов, так как у меня их не хватало. Я в этот же день прошел анализы, и вот уже буквально сегодня уже забираю, иду справку. У меня все готово. Все сними врачи у меня были пройдены, и все, справка для ВУЗа у меня готова. Коридоры детской поликлиники сейчас немноголюдно. Тишину нарушает лишь тихое жужжание бактерицидных ламп и шаги медсестер. Остается надеяться, что скоро эпидемическая ситуация стабилизируется, и поликлиники вернутся к обычному режиму работы.